Здравствуйте! На телеканале ИТВ наши новости. Чем был интересен сегодняшний день, смотрите далее. В Крыму создана ассоциация инвалидов. О том, как сделать жизнь людей с ограниченными возможностями, проще говорили в Госсовете Крыма. Уверен, что если такая ассоциация у нас будет создана и будет успешно руководство ее, то эти вопросы начнут двигаться более-более активно. На ремонт симферопольских дорог из городского бюджета выделят 400 миллионов рублей. В этом году серьезный объем работ запланирован и будут выполняться. Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов собирается в депутаты Государственной Думы. Соответствующую заявку на участие в процедуре предварительного голосования для последующего выдвижения он уже подписал. Своё решение спикер парламента поясняет желанием отстаивать интересы крымчан на высшем законодательном уровне. Мы представляем этот процесс как завершение интеграционного процесса политического, который сегодня не завершен в Крыму. У нас нет представителей в высшем государственном органе Российской Федерации, в Государственной Думе. Поэтому это для нас важный процесс и мы его должны возглавить. В Крыму теперь есть ассоциация инвалидов. Решение о её создании было принято на заседании Совета по делам инвалидов при председательстве парламента Республики. Обсудили собравшиеся и наиболее проблемные вопросы, которые касаются государственной помощи людям с ограниченными возможностями. Подробнее у Юлии Козырь. Пожалуй, самый часто поднимаемый вопрос – обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. В этом году на покупку инвалидных колясок, протезов и ортопедической обуви выделили более 130 миллионов. Тем людям, кто не дождавшись помощи от государства, уже приобрел себе средства реабилитации, положена денежная компенсация. Так, в первом квартале заявителям выплачено свыше 8,8 миллионов рублей компенсации за 17 520 самостоятельно приобретенных технических средств реабилитации. К тому же расширенный список тех, кто может получить бесплатные средства реабилитации. Это дети до 18 лет, которые не являются, к счастью, инвалидами, но нуждаются в дополнительном обеспечении, например, ортопедической обувью, корсетами, либо ортопедическими стельками. Это в том числе бывшие военнослужащие, военные службы, ветераны, органы внутренних дел, которые тоже не являются в годной категории через органы МСЭМ. Это женщины, которые перенесли мастоктомию, но не получили группу инвалидности. Обсудили проблемные вопросы, которые касаются инфраструктурной доступности санаторно-курортных учреждений Крыма для инвалидов-колясочников. Кроме этого договорились включить диктофоны, тонометры с речевым выходом и электронными часами для слепых людей в индивидуальные программы реабилитации. Также участники заседания поддержали инициативу главы республики Сергея Аксенова о создании Крымской республиканской ассоциации инвалидов. Мировой опыт и люди, как правило, попадающие в эти организации, они искренне работают на это, там совершенно нет никакой коррупции, они двигаются как раз в решении именно существующих проблем. Поэтому я уверен, что если такая ассоциация у нас будет создана и, так сказать, будет успешно руководство ее, то эти вопросы начнут двигаться более-более активно и более интересно для самих инвалидов. Ассоциация объединит все профильные общественные организации республики в единую структуру для совместной работы в сфере предоставления социальных услуг людям с ограниченными возможностями. Юлия Козырев, Евгений Стариков, Служба новостей, ИТВ. Строительство школы в микрорайоне Фонтаны взял под личный контроль председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. Новое учреждение будет рассчитано на 900 мест с крымско-татарским языком обучения. Средства на капитальное строительство уже определены, создан проект и пройдены все экспертизы. В процессе строительства вовлечен весь депутатский корпус. По мнению парламентария, это будет не просто специализированная школа, а культурно-воспитательный центр. Напомним, строительство в микрорайоне Фонтаны началось в 1993 году. Однако за время правления четырех президентов Украины ничего не решалось. Стройка была заморожена. Возобновились работы в прошлом году. Теперь ввести в эксплуатацию новую школу планируют в декабре текущего года. Мы хотим сделать межнациональный центр, чтобы именно с детства воспитывали детей в правильном русле. Это будут будущие крымчане, которым жить в этом полуострове в семье 137 народов. Поэтому это определенный формат воспитания. Культурную жизнь полуострова за прошлый год в Москве оценили положительно. О выводах итоговой коллегии Министерства культуры России Арина Новосельская рассказала Сергею Аксенову. На встрече говорили о мероприятиях, которые пройдут на полуострове в рамках Года российского кино, о реставрации некоторых объектов и о многом другом. Подробнее смотрите в нашем видеоматериале. На полуострове стартовал Год российского кино. Министерство культуры уже готово проанонсировать самые громкие мероприятия. В частности, это международный кинофестиваль короткометражного кино «Крым. Территория мира». Еще один – Ялтинский Евразийский мост. Открытый фестиваль молодежного короткометражного кино «Крымская киномастерская». Фестиваль детского кино «Солнечный остров», который проходит под патронатом Дмитрия Харатьяна. Мы сегодня будем рассматривать на инвестсовете вновь создавшуюся киностудию «Крымкино». Пореченков презентовал свой фильм в рамках «Крымской весны». В общем-то, киношники поехали, снимают хорошие фильмы. Ялтинская киностудия оказывает очень много творческих услуг в этой части, поэтому работаем. И уже, слава богу, есть свет в музыкальном театре, налажены показы хорошего патриотического кино. Несмотря на то, что основная ответственность за качество и сроки выполнения работ по реставрации и реконструкции объектов культуры лежат на службе к обстроительству, Сергей Аксенов настаивает, чтобы профильное министерство усилило контроль над ними. Чтобы вот такого цирка, как был в других субъектах, вот мы видели, как в Петербурге проводили реставрационные работы и в других местах, то есть там видно, что памятник отличается от оригинала, ну просто земля и небо, то есть в данном случае. То есть в результате реставрационных работ получается нечто новое. Шедевром назвать сложно, да, но просто клоунада. Вот такого цирка у нас быть не должно, поэтому все должностные лица, так или иначе, несмотря на то, что не понимают строительство, но знают, то есть как бы свой объект, должны смотреть, что работы выполнялись в соответствии с планом, графиком, с эскизами, и никаких отклонений не должно быть допущено. Хорошо, Сергей Валерьевич, я еженедельно по вашему поручению буду вам докладывать. Мы собираемся раз в три дня с подрядчиками, с директорами наших подведомственных учреждений работы. В ходе встречи Ирина Новосельская отметила и активность крымских театров. За последние три месяца они дали 17 премьер. По мнению министра культуры, это говорит о щедрости финансирования сферы. В театре получили возможность сшить костюмы, делать хорошие фестивальные декорации. Артисты получают достойные зарплаты. Юлия Попович, Служба новостей и ТВ. О своей работе за 2015 год сегодня отчитались представители Минздрава Крыма. Коллегия прошла в Медакадемии КФУ. Первым выступил министр отрасли Александр Галенко. В своем докладе он отметил, на данный момент все медицинские учреждения полностью интегрированы в правовое поле Российской Федерации. Что касается финансирования медицины, общий его объем составил более 400 миллиардов рублей. Из них 225 миллионов поступили из республиканского бюджета. 4 миллиона сформированы за счет федеральной казны. Большой пласт работы проведен и в санаторно-курортных учреждениях. На данный момент таких насчитывается 33 объекта, и все они функционируют круглогодично. Но для полноценной работы еще необходимо укрепить материально-техническую базу. Говорил также министр о том, что заработная плата сотрудников медицинской отрасли увеличена в разы за последний год. Необходимо отметить, что в 2015 году количество обращений граждан увеличилось 2,5 раза. И это, в общем-то, являлось той проблемой, которой мы до сих пор и не справились. Так как огромное количество обращений граждан требует очень вдумчиво ответственной работы и напряженной работы всего персонала Министерства здравоохранения. На очередной сессии городского совета обсудили более 30 вопросов, дополнительные изменения которых в скором времени обрадуют симферопольцев, уверены депутаты. Рассматривали вопросы об установке счетов наружной рекламы, говорили о закреплении муниципального имущества, о передаче безвозмездное использование нежилых домов. Не обошли стороной и наболевшую тему разбитых дорог. На выполнение всех необходимых строительных работ и проведение в порядок дорожного полотна из городского бюджета выделят 400 миллионов рублей. В этом году серьезный объем работ запланирован и будут выполняться. Сегодня проходит процедура выявления добросовестных подрядчиков, которые будут делать качественно, с гарантийным сроком. И, конечно, сегодня в городе Симферополь, вы знаете, более 1100 улиц, это 600 квадратных километров протяженность. И, конечно, необходимо их приводить в порядок, и улицы, и фасады, и освещение, как бы, необходимо придавать городу настоящий облик столичного города, столицы Крыма. Мы продолжаем, далее не пропустите. Новое общественно-политическое движение объединит более 10 организаций и партий. Мы создаемся, чтобы те вещи, которые мы видим со своей стороны, потому что не всегда с кабинета видно, что происходит внизу. В Крыму рыбалка запрещена до 31 мая. У рыбы нерест. Что делать рыбакам в период запрета? А ну что делать? Будем работать. Будем работать, занимать свободное время. Управление Федеральной службы судебных приставов появилось в Крыму два года назад, и за это время уже заработала авторитет. Это первое установленное подразделение власти на полуострове, которое образовалось в дни Крымской весны. Далее тему продолжит Дарья Костенко. Эта служба выполняет судебные решения, а также приводит в исполнение постановления арбитражных судов и других административных органов. Взимает с ответчиков штрафы, неустойки, алименты. За два года службе удалось адаптироваться к новым реалиям. Не допущено ни одного нарушения. Приставы имеют право заниматься поисками должника и его имущества. Однако далеко не все нарушители закона умышленно отклоняются от исполнения наложенных на них обязанностей. Некоторые могут даже и не знать о том, что в отношении их возбуждено исполнительное производство. У нас есть взводственные должники, у нас масса должников, которые находятся в розыске длительный период, а судебный пристав продолжает его насчитывать. То есть есть и серьезные, очень действительно суммы. У нас несколько было таких случаев, где у нас должник длительный период времени не платил. Более нескольких сотен была сумма долга. Службой судебных приставов был наложен арест на транспортное средство. Более того, был должник ограничен в этом праве. В результате недели двумя платежами должник закрыл всю сумму долга, получил обратно свой автомобиль и получил свое ограниченное право. Лучше заранее перестраховаться и обратиться к судебным приставам, узнать задолженность. Теперь это можно сделать просто и быстро. Федеральная служба судебных приставов на своем сайте предоставляет для этого достаточно удобный сервис, позволяющий в режиме онлайн узнать о своих долгах. Ничего сложного нет, скачиваете в приложение, либо заходите через интернет на наш сайт Федеральной службы судебных приставов, даже на сайт Российской Федерации, находите территориальный орган Республики Крым, забиваете фамилию, имя, отчество, год рождения и поиск. И вам высвечивается ваша задолженность, нет задолженности. Судебные приставы – это представители правопорядка. Если вы не хотите иметь проблем с законом, вам следует не доводить свою задолженность до катастрофического масштаба. Дарья Костенко, Юрий Земной, Служба новостей и ТВ. Сильный Крым – так называется новое общественно-политическое движение, которое создали в Крыму. Оно объединит в себе несколько организаций и две партии. Ее цель – решить проблемы крымчан. Чья идея создания такой организации и кто в нем может вступить, знает Анастасия Калугина. Больше десяти общественных организаций теперь едины. Это новое общественно-политическое движение в Республике. Энтузиасты готовы заняться улучшением жизни крымчан. Ведь проблем на полуострове достаточно. Пока в планах составить четкую структуру программ и проектов, которые помогут решить самые актуальные вопросы Республики. Проблем в Крыму предостаточно. Винит ли в этом власть? Ну, я считаю, что нет. Потому что, на мой взгляд, переходный период, который продлился всего 9 месяцев, это очень довольно-таки короткий срок. Мы сегодня имеем массу проблем, в том числе и замена номерами. И сегодня Государственный совет выступает с инициативой о том, чтобы продлить сроки продления замены номеров. Виноваты ли в этом крымчане? Ну, в какой-то степени, может быть, виноваты. Мы прекрасно понимаем, почему. У кого-то родственники на материке, кто-то просто хотел бы дороже проехать, продать автомобиль свой на материковой части Украины. Ну, чем быстрее мы интегрироваться будем в Российскую Федерацию, тем больше у нас, знаете, страницу надо перевернуть. Многие об этом не задумываются. И такие вещи, конечно, власть должна идти на уступки, в том числе и федеральные, потому что надо с пониманием относиться к всем проблемам, которые существуют в Крыму. Решение создать такое движение – общее. Как рассказал Александр Петрович Волков, на собрании высказались представители всех организаций и пришли к выводу единогласно. Мы собрались и единогласно высказались все за создание общественно-политического движения «Сильный Крым». Это общественные организации объединяются, 18, уже силу будет. И мы способны решать что-то и влиять на ту политику, которую будет проводить наше правительство, госсовет. Влиять будем на них? Масса, все-таки, 18 организаций – это большая сила. Следить за работой чиновников будут сообща. При этом участники общественно-политического движения позиционируют себя не оппозицией, а партнерам крымской власти. И уже в ближайшей перспективе – практическая помощь жителям полуострова. Анастасия Калугина, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. С 1 апреля по 31 мая в Крыму запрещено ловить рыбу. В середине весны она уходит на нерест, и любители такого отдыха теперь вынуждены либо потерпеть до лета, или воспользоваться водоемами, которые находятся в аренде. Правда, последние по-прежнему действуют по украинским документам. Уже в российский период свою деятельность пока не легализовал никто из частников. Что местные рыбаки собираются делать в период запрета, а также какой улов им достался в последний день запрещенной рыбалки, узнавали наши корреспонденты. Зачехлить рыбацкие принадлежности уже завтра вынуждены крымские рыболовы на целых два месяца. Именно в начале апреля у рыбы начинается период нереста. Впрочем, эта новость не так уж в диковинку. Для опытных любителей рыбалки, ведь аналогичные ограничения существовали и при Украине, и в советский период. А для тех, кому вообще не в моготу эти два месяца провести без любимого хобби, прямая дорога на арендованные водоемы, ведь там и на море в этот период ловить можно. В Государственном комитете по рыболовству Республики Крым подтверждают, все рыбаки со стажем пережидать такой голод привыкли давно. Теперь на полуострове, в отличие от украинского периода, не действует правило. Одна удочка и один крючок в период нереста. Ловить сейчас строго запрещено и таким образом. Согласно правилам Азова-Черноморского бассейна, данная норма отсутствует. По российскому законодательству исключены все ни одной удочки, ни одного крючка. Запрет полный. Также нет градации на водоемы общественного и рыбохозяйственного значения. Ловить нельзя нигде, кроме моря и специально предназначенных для этого мест, арендованных частными лицами. Чтобы ознакомиться с перечнем таких позиций, рыбаки могут обратиться либо в администрацию по месту жительства, либо в тот же Госкомитет по рыболовству. Там готовы дать четкий ответ, куда закидывать приманку, чтобы избежать санкций. С 1 апреля до 31 мая введен запрет на вылов рыбы во всех внутренних водных объектах Республики Крым, включая реки, озера. Сюда не входит Азовское море, Керченский пролив, Черное море. Запрет связан с весенним нерестовым периодом. И также сюда не входят водоемы, которые находятся на сегодняшний день в частном пользовании, то есть еще работают по украинским правоостанавливающим документам, где у людей есть ведение хозяйственной деятельности, есть акты зарыбления, есть договоры аренды на эти водоемы. Там они самостоятельно регулируют эти отношения, то есть в принципе они могут предоставлять эти услуги. На одном из главных мест собрания рыбаков в Симферополе, городском водохранилище, сегодня немноголюдно. А здесь сейчас не наберется и десятка желающих насладиться последним днем рыбалки. Всему виной плохой клев, который тут уже давно. За целый день за счастье будет добыть пару килограммов, признаются рыболовы со стажем. С утра стоим и ни одного, ничего нет. Очень мало рыбы. Я понимаю так, что государство обратило на это внимание, о том, что надо, надо, нам надо возродить то, что было у нас еще с 1953 года. Господи! К временному запрету рыбаки в большинстве относятся с пониманием и готовы добросовестно выполнить нормы. На арендованные водоемы пока не собираются. Будет возможность решить другие дела, которым мешает хобби. А ну что делать? Будем работать. Будем работать, занимать свободное время. Если когда болеешь, это больные люди. Рыбаки – это больные люди, которые без нее не могут жить. Для них это как дышать. Впрочем, запрет на рыбалку в нерест одобряют не все. Здесь на сегодняшний день остался мусор. Рыба, которая сорная, вот скажем. И запрещать нет никакого смысла на удочку, на один крючок. Но если так, решили высшие инстанции. Те, кто были много лет в обществе, это люди законопослушные и готовы соблюдать эти правила. Но там время покажет. Ведущий программы о рыбалке «Нехвастань, не чешуи» на телеканале ИТВ Владимир Казаев убежден, а ловля на арендованных водоемах – не такой уж безопасный рецепт от тоски в период нереста. Ведь то, что участников нет российской лицензии, вполне может вызвать вопросы у рыбнадзора. Причем не к хозяину территории, а к крымчанину, который пользуется его услугами. Украина – это уже было в прошлом. Мы живем сейчас при России. Переходный период уже прошел. Два года как прошел. И теперь все люди, и все арендаторы, и все юридические лица должны заключить договора по-новому. Что, соответственно, и не сделалось. Поэтому, уважаемые товарищи, любители рыбалки, будьте очень внимательны в этом вопросе. Потому что, знаете, закон, что дышло. Куда повернешь, туда и вышло. Если же в Крыму найдутся те рыболовы, которые не прислушаются к запрету на лов в нерест, им придется заплатить серьезный штраф. Максимально 300 тысяч рублей. Тарас Брезицкий, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Выставка «Мыс священной собаки» приехала в Крым из Ханты-Мансийского автономного округа. В этнографическом музее Симферополя традиционные предметы северных народов. Какие именно экспонаты представлены вниманию крымчан, смотрите далее в нашем видеоматериале. Мы с священной собаки. Но друзья человека здесь только в качестве гостей. Экспонаты привезли из Ханты-Мансийского автономного округа. Это результат многочисленных экспедиций. На выставке ни картины, ни фотографии. Здесь предметы оленеводства, рыболовства, одежда и различные ритуальные вещицы шурикшкарских хантов. Большинство экспонатов из экспедиции по львово сезона привезены из села Петляр. Четыре года назад северные гости побывали в шурикшкарском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Там, по преданию обских угров, и находится мыс священной собаки. Мы поехали посмотреть, что это за места. И в том числе нашли там мыс священной собаки. Место, куда близлежащие народы, не только те, которые живут именно там, ну и манси, например, издалека, ненцы, передавали, либо привозили сами жертвы искупительные за случайно убитых или там как-то обиженных животных, собак. Вот это место так нас вдохновило. Мы привезли оттуда интересные экспонаты и решили создать выставку. Состав делегации немногочисленный. Всего три девушки. Чемоданы с экспонатами они тащили на себе. Устроили тур по России. Первым в списке посещений оказался Симферополь. Виктор Александрович Авдиенко пришел на выставку не один, а с внуком. Экспонаты произвели большое впечатление. Поинтересовался, если мы с внуком понесли, посмотреть, как рукоделие народов севера, конкретно данную выставку посмотреть, на живых собак, которые демонстрируются. Мне очень интересно. Мне тоже, наверное, Артемке понравилось. Да, очень понравилось. Интересно. Много разных собак. На севере ждут крымчан и будут рады видеть экспонаты республиканских музеев. Важно, чтобы люди были знакомы с культурным наследием всех народов нашей страны. Мы можем сейчас и контакты устанавливать, и ездить друг к другу в гости, изучать, познавать великую культуру России и ее народа. Потому что это огромная подкация. Огромная подкация. Мудрость народа, его традиции, его обычаи. Гости выставки могут пользоваться мини-библиотекой, читать сказки, легенды и мифы народов севера. Следующий пункт путешествия – экспозиция Евпатория. Анастасия Калугина, Юрий Земной, Служба новостей и ТВ. Далее эфир продолжит Тарас Брезицкий с новостями спорта. А я с вами прощаюсь. Хороших вам новостей. Продолжается очередной, уже седьмой по счету, чемпионат Крыма по волейболу среди женщин. В Аграрном за призовые места борются спортсменки, представляющие 19 коллективов различных городов, полуострова. В нынешнем турнирном отрезке разыгрывались места с пятого по восьмое. А на площадке сошлись местная Крымтеплица и сборная Севастополя. Главная изюминка волейбола на полуострове в том, что борьбу ведут спортсменки с большой разницей в возрасте. От юниорок до ветеранов. На этот раз молодость оказалась сильнее опыта. Представительницы города-героя одержали победу. Соперник был очень достойный. Крымтеплица – это наша давно знакомая команда. Там очень опытные игроки с ними. Большая честь для нас играть. Среди них много очень титулованных игроков, которые представляют нашу сборную Крыма на всеразличных ветеранских соревнованиях, как на чемпионате России, так и на мировых чемпионатах. Поэтому всегда такие встречи для нас – это новый опыт. Сегодня, наверное, удача была на нашей стороне. Мы были немножко проворнее, немножко быстрее. И поэтому одержали победу. Наша команда ветеранская. Она принимает участие в этом чемпионате только для того, чтобы посмотреть свои силы и попробовать себя потом участвовать в первенстве России по ветеранам. То, что мы вышли играть за 5-8 место, я считаю, что для нашего уровня, которым уже сколько-то плюс, это уже достаточно существенный результат. Еще в одном матче этапа друг с другом сыграли сборная Алушты и столичная Таврида. Команда, представляющая южный берег полуострова, в большинстве укомплектована молодыми спортсменками. Сейчас им есть что доказывать, ведь соревнуются волейболистки даже в чемпионате России. Правда, пока в своей возрастной категории и по пляжному волейболу. Мы готовимся на пляжку. У нас был недавно тур в Алуште. Мы приглашали всех команд с Крыма, но все по погодным условиям отказались. Поэтому мы провели мини-турнир в Алуште. У нас в Алуште очень много команд. Мы проводим уже седьмой год чемпионаты Крыма среди девушек. Они всегда у нас интригующие, всегда веселые, всегда задорные. Команда подготовка разная. Начиная от Киркинетиды, которая играла у нас в высшей лиге Украины, и заканчивая дети из США, которые девятый, десятый класс, скажем, в Евпатории две команды, младшие, старшего возраста из США. То есть подготовка всех разная. После завершения матчей серии плей-офф, команды, занявшие четыре верхние позиции в таблице, ожидают финальный этап, который определит лучшего участника. Решающие игры пройдут в Евпатории в конце апреля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин